Праздник молодости отмечают российские студенческие отряды. 17 февраля особая дата для тысяч студентов из МРЭЛ. Те, кто не побоялся сложности и отправился покорять трудовые вершины по всей России. Стройотрядовцы работают в самых разных сферах. Это сервис, здравоохранение, железная дорога и даже педагогика. Увидеть разные регионы России, отдохнуть и подзаработать – мечта студентов, которая вполне реальна. И она уже сбылась у активистов студенческих трудовых отрядов МРЭЛ. Романтика железных дорог, работа на берегу моря, чистый лесной воздух – основные причины, по которым студенты выбирают этот непростой путь. Таким образом, за последние 15 лет трудоустроено более 14 тысяч студентов. Из года в год число молодых людей, которые стремятся в студотряды, растет. Деятельность организации становится масштабнее, чтобы каждый студент мог провести летние каникулы приятно и полезно. Я уже в отрядах пятый год. Первый год я работала проводником. Очень классные эмоции, очень классные воспоминания. Но потом так получилось, что меня подруга питомонила в сервис. Я три года работала в Ялте. Работала я спасателем в аквапарке, можно сказать, инструктором, иногда на пляже. Работа очень интересная, много эмоций, просто воспоминаний, коллектив огонь. Ребята все в сердечке, друг с другом до сих пор общаемся. Отряды – это то, что помогло пройти экспресс-школу жизни. Это опыт, это эмоции. Ребята уверены, что труд – крут. Работать придется много, но это никого не пугает. Все кандидаты проходят отбор по определенным критериям, в том числе и медицинский осмотр. Педагогические отряды и отряды проводников еще и учатся. По сути, студенты получают дополнительное образование. И, как отмечают руководители студ-отрядов, некоторые из них остаются работать в выбранной сфере после окончания вуза. Ребята у нас работают как на территории севера, так и в южных направлениях. Это Краснодарский край, Республика Крым. В принципе, у нас есть также и Москва, и Санкт-Петербург, и Подмосковье, и, конечно же, Республика Мариэл. У нас, ребята, здесь работают педагогические отряды, как раз отряды энергетиков на территории Республики Мариэл. И буквально год назад у нас на строительстве жилья как раз работал отряд «Вектор». Сводный у нас отряд, получается, из ребят из ПГТУ и ребят МАРГУ работали на строительстве жилого дома. Большинство отрядов в Мариэл выездные. Студенты покидают Республику почти на два месяца. Эти отряды для ребят не просто способ подзаработать. Это школа жизни. Они учатся самостоятельности и работе в команде. А самое главное – узнают себя, свою родину и находят друзей из разных уголков нашей большой страны. Традиционно в День российских студенческих отрядов проходят встречи ветеранов. Бывшие и действующие участники движения делятся своими походными историями и новым опытом. Еще в этот день награждают самых активных и лучших бойцов трудовых отрядов. Нынче из-за эпид-обстановки большая часть намеченных событий прошла в онлайн-формате.